В доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему старту 11-го международного ралли «Шелковый путь». В этом году почетное право проведения первого этапа гонки предоставлено нашему региону. По мнению руководителя международного ралли «Шелковый путь» Владимира Чагина, Омская область отлично презентовала свои возможности. Все проходит в графике, без каких-либо задержек. Какие-то вопросы, если возникают, то быстро решаются. Я очень рад, что мы с осени, когда прошел первый оргкомитет заседания по организации нашего проекта, мы стали дирекцией ралли и руководством региона, такой единой командой отлаживается взаимодействие, коммуникации между различными структурами, министерствами, ведомствами. Это тоже хороший опыт для региона, для того, чтобы легче организований встретить в следующем году в декабре чемпионат мира по хоккею. Все 90 экипажей уже прибыли в наш город. Спортивная техника разместилась на площади у континента. 30 июня с 9 утра до 18.00 на полигонах Омского автобронетанкового института и 242 учебного центра ВДВ пройдут тестовые заезды. 1 июля на Соборной площади состоится торжественная церемония открытия ралли. Министр спорта региона Дмитрий Крикорьянц рассказал о наиболее важных моментах грядущего мероприятия. Мы, обеспечив все необходимые требования и рекомендации Роспотребнадзора при проведении подобных мероприятий, должны соблюсти для того, чтобы не потерять, так скажем, визуальную картинку того, что люди будут и присутствовать на площади 1 июля, когда будет презентационная часть мероприятия происходить на Соборной площади в 17 часов. В каких-то нюансах, наверное, мы расскажем. Это у нас будет и концертная часть, которая неотъемлемая, и часть уже презентационная непосредственно экипажей ралли, которые по сложившейся традиции выезжают на подиум, происходят представления. Президент региональной федерации автомобильного спорта Александр Фабрициус рассказал о подготовке трассы, о расположении мест для зрителей и о тренировках омского экипажа. Наш регион представят два спортсмена – Евгений Фризоргер и Алексей Шпук. Они выступят в дивизионе Т4 на автомобиле типа «Багги». Индивидуальный автомобиль, потому что «Багги» в большей степени – это открытый автомобиль, но 4,500 или 2,800 скоростных участков ехать без стекла, без всего, то есть тяжело. Поэтому сейчас спортсмены переходят индивидуально, строят автомобиль. Под себя они построили автомобиль новый, сейчас он прошел технические инспекции в Российской автомобиле федерации, и завтра будет проходить уже техком основной для Шелкового пути. Ну, вроде бы, все в порядке, все нормально, спортсмены готовы. Старт международного ралли «Шелковый путь» состоится 2 июля в 9 часов утра на полигоне 242-го учебного центра ВДВ.